Планируется выпуск крупного статистического сборника по заболеваемости психическими расстройствами и та часть, которая посвящена заболеваемости непсихотическими расстройствами. Те данные будут сегодня вам здесь представлены. Почему не психотические, наверное, большого смысла объяснять. Нет, традиционно психотерапия это та область, которая в большей степени свои усилия направляет именно на эту группу расстройств психических, хотя не секрет, что в последние годы или даже десятилетия спектр заболеваний расширяется. Известны убедительные работы об эффективности психотерапии и при психозах, и при шизофрении, и при других формах психотических расстройств. Но сегодня мы поговорим с вами о том, какова ситуация в нашей стране с заболеваемостью непсихотическими расстройствами. Это данные с 2000 по 2015 год, то есть это по сути 21 век, первые 15 лет. Для начала несколько слов об общемировой ситуации, общемировых трендах по данным ВОЗ. Вы видите, с середины 20 до начала 21 века заболеваемость больных неврозами возросло в 24 раза, в то время как заболеваемость психотическими расстройствами практически в 20 раз меньше. Вы видите данные статистики о том, что в мире заболеваемость неврозами достигает 20-25 человек на 1000. До 30% городского и до 15% сельского населения обнаруживают неврозы. 20-25% среди общего полупсихических расстройств приходится именно на неврозы. До 40% в общей медицинской практике. Это те пациенты, у которых выявляются неврозы. Ну и в плане гендерных различий мы видим, что у мужчин неврозы диагностируются несколько реже и протекают в более легкой форме, чем у женщин. И в возрастном аспекте это в большей степени лица зрелого возраста старше 30 лет. Что касается нашей страны, для затравки я привожу вам данные академиков Александровского и Смулевича на 1995 год, где вы видите показатели первичной и общей заболеваемости. Напомню, что первичная заболеваемость – это число зарегистрированных пациентов, впервые обратившихся за помощью в данном году. Общая заболеваемость – это общее число всех зарегистрированных больных в течение данного года, наблюдающихся специализированными службами. И вы видите, что московские авторы приводят такие достаточно высокие цифры прироста за 5 лет с 1991 до 1995 года. Почти на 15% прирост общей заболеваемости и более 25% прирост заболеваемости первичной. И теперь, собственно, перейду к тем данным, которые я хотела вам представить. Это данные наших исследований. Обратите внимание. Указка на какую кнопочку? Толстая синяя линия – это общероссийский показатель. Толстая красная линия – это показатели по северо-западному федеральному округу. Кому интересно, тоненькая красная линия – это Санкт-Петербург. По Калининградской области данные, наверное, не стоит принимать близко к сердцу, поскольку, скорее всего, есть дефекты регистрации. Не представлены у них данные за 2005 год и непонятный совершенно подъем за последние 13-е и 14-е. Но вы видите общий тренд. В России общая заболеваемость непсихотическими расстройствами находится на уровне порядка 1500 человек на 100 тысяч населения. Сразу могу сказать, что это примерно 50% всех зарегистрированных психических расстройств. И вы видите тоже интересный момент. Если мы видим существенный рост показателей к 2010 году, то в последние пятилетия эти показатели заболеваемости в общероссийском масштабе снижаются. Это цифры по всем регионам северо-западного федерального округа в сравнении с Россией. Россия – это верхняя строчка. Северо-западный федеральный округ – вторая строчка. И я хотела бы обратить ваше внимание на последний столбик. Это процент прироста заболеваемости за 15 лет. И мы видим, что в масштабах всей страны небольшой прирост общей заболеваемости непсихотическими расстройствами. 10% в России, 16 с лишним процентов в СССР. По Санкт-Петербургу тоже порядка 16%. При этом, что любопытно, в показателях первичной заболеваемости наблюдается наоборот отрицательный прирост. Вы видите, что по России снижение числа впервые зарегистрированных непсихотических расстройств составляет 15%. И за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Вологодской области, во всех остальных регионах фиксируется снижение первичной заболеваемости непсихотическими расстройствами. Наибольшим удельным весом в группе всех непсихотических расстройств обладают органические непсихотические расстройства, которые в последние десятилетия занимают первое место и обнаруживают самый высокий прирост заболеваемости. Вы видите, что в масштабах страны это порядка 30%, более чем в два раза в масштабах Северо-Западного федерального округа на 36% по Санкт-Петербургу. И вы видите положительный прирост практически по всем регионам. При этом в показателях первичной заболеваемости это одна из немногих групп непсихотических расстройств, где показатели первичной заболеваемости также обнаруживают положительный прирост, положительную тенденцию к росту. Причем вы видите, что Санкт-Петербург и Ленинградская область являются здесь одними из лидеров по числу первичных зарегистрированных обращений по этой группе заболеваний. Давайте вернемся еще разочек на график. Я вам покажу, что заболеваемость органическими непсихотическими расстройствами составляет примерно половину 50% заболеваемости всеми непсихотическими расстройствами. Аффективные непсихотические расстройства занимают небольшой удельный вес порядка 60-80 человек на 100 тысяч населения. Здесь мы видим любопытный общий тренд к повышению также до 2010 года и некоторое снижение общероссийских показателей к концу 2014-го, но при этом некоторый подъем показателей по Северо-Западному федеральному округу. И вот этот положительный прирост показателей за 15 лет также мы достаточно четко можем увидеть на графике практически по всем регионам, за исключением Мурманской области. При этом показатели первичной заболеваемости также, как вы видите, имеют тенденцию к снижению в целом, отрицательный прирост за 15 лет. Здесь, конечно, большой вопрос, в чем причина снижения показателей первичной заболеваемости, потому что существует ряд, разные исследователи по-разному трактуют эти процессы. Одни связывают это с тем, что действительно истинная заболеваемость уменьшается, другие считают, что это те снижения показателей обусловлено тем, что все большее количество пациентов получает помощь в общей медицинской сети или у частно практикующих врачей и психологов. И вот, собственно, то, что всегда являлось самым непосредственной компетентностью психотерапии, неврозы, невротические, связанные со стрессом и соматофорным расстройством. И здесь мы видим достаточно такой вот отчетливый тренд к снижению общей заболеваемости за последние 15 лет. Опять же, если говорить о причинах такого движения, то мне больше всего импонирует точка зрения, связанная с улучшением качества диагностики, которая обуславливает снижение этого показателя за счет увеличения числа пациентов, пациентов с органическими, непсихотическими расстройствами. Действительно, на сегодняшний день, и вот опыт нашего института говорит о том же, что у большинства, ну, у большого количества пациентов, у которых клинически может выявляться невротическая симптоматика, очень часто обнаруживаются органические или соматические причины этого состояния, и, соответственно, эти расстройства шифруются в другой рубрике. Да, и вот подтверждение на графике выведется цифры отрицательного прироста общей заболеваемости как по России, так и по северо-западному федеральному округу, и также достаточно существенное снижение показателей прироста первичной заболеваемости. И для сравнения, при том, что существует разница в регистрации расстройств неврозов в 1995 году, это была только группа неврозов в 2014-2015 году, это вся группа невротических, связанных со стрессом и соматофорных расстройств, но, тем не менее, мы видим, что за 20 лет число неврозов, по крайней мере, те, которые регистрируются официальной медицинской службой, оно снижается, это снижение на 5% составляет в показателях общей заболеваемости и более чем на 16% показателей первичной заболеваемости. Ну и, наконец, последняя группа непсихотических расстройств, это рубрика F6, расстройства зрелой личности и поведения у взрослых. Здесь мы видим достаточно невысокий удельный вес этой группы расстройств в общей заболеваемости. И видите, какие интересные разнонаправленные тенденции в разных регионах, вот такие вот скачки показателей, что не вызывает определенные сомнения в том, что эти расстройства диагностируются в регионах действительно по единым критериям в соответствии с критериями МКБ. И, возможно, какие-то усилия психотерапевтам, организаторам психиатрической и психотерапевтической помощи следует уделить вопросам диагностики этих видов расстройств. Но, как ни странно, показатели общей заболеваемости на уровне России в целом и северо-западного региона показывают нам в целом за 15 лет положительный прирост и при этом также достаточно выраженный отрицательный прирост показателей первичной заболеваемости. Ну и, наконец, свежие данные. Я получила их буквально не так давно. 2016 год, к сожалению, еще пока не обработан, не обсчитан. Но по той ситуации, которая была на конец 2015 года в России, более 300 тысяч человек обратились впервые в службы психического здоровья. Им были диагностированы непсихотические расстройства. Причем, хочу обратить ваше внимание, это те пациенты, которые получали и консультативную помощь, и были взяты под динамическое наблюдение. Но вот показатели по северо-западному и по Санкт-Петербургу достаточно, они убедительно говорят нам о том, что у значительного числа людей степень выраженности этих непсихотических расстройств была такой серьезной, что это потребовало взятие пациентов под диспансерное динамическое наблюдение. И что касается общей заболеваемости, то более 2 миллионов по России на конец 2015 года страдают непсихотическими расстройствами. Из них почти 180 тысяч – это северо-западный федеральный округ, и почти 69 тысяч – это жители Санкт-Петербурга. Это тот контингент, который нуждается в нашей с вами помощи. И заканчивая свое выступление, я хочу пожелать всем нам, чтобы эти почти 70 тысяч человек имели возможность получить грамотную, качественную, доступную, высоко квалифицированную психотерапевтическую помощь. Спасибо. Благодарим вас за доклад. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо. Откуда взяты эти данные? Сырые данные взяты из данных официальной статистической отчетности. Они предоставлены нам Центральным научно-исследовательским институтом Организации информатизации здравоохранения, Стародубовский институт, с которым у нас договор о сотрудничестве. Обработка данных, обсчет данные по численности населения взяты с Росстата. Обработка данных – это работа нашего института. Спасибо. Пожалуйста. Какие еще есть вопросы? Спасибо. Благодарим вас. Спасибо за доклад. На ваш взгляд, погрешность обращения в частные клиники или частным специалистам, какая примерно относительно ваших цифр? Спасибо. Она очень разница в регионах. Очень разная. Не могу сказать. По Санкт-Петербургу это может быть до 50%, по, например, Ненецкому может быть и ноль. Хотя с учетом того, что в последние десятилетия активно развивается скайп-консультирование, это то, что вообще практически невозможно как-то зарегистрировать. Даже не могу предположить. Спасибо. Спасибо. Ну что же.